разницы закончились начались суровые трудовые будни вообще заметили да вот мы вчера с вами только справляли первый новый год правильно только только на самом деле у меня какие-то проблемы вот это мне совсем не нравится что такое ну что такое все вот оно вот выходит из строя ну что ты будешь делать а вот короче восстание сочи в бакуне париж а сегодня уже если что на календаре 15 января и хочу сказать вот вчера только мы с вами первый новый год и тут бабах 15 дней января прошло то есть у нас ползимы за плечами слава богу еще ползимы там весна но это уже как бы ожидание лета отпуска отдыха хорошо я себе настроение поднимаю вам тоже нет с настроением все нормально скоро у меня кофе-тайм но я до кофе-тайм хочу приготовить обед потому что потом я уже конкретно не успею все в сковородка есть это с кастрюли есть что я сейчас буду делать готовить обед а что во-первых всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут другие я я мама теща бабушка а еще я педагог а еще я владелица йоркширского тегера которые там лежит на лежанке не хочу поворачивать лишний раз ночью на тут меня как всегда караулит срежет вот и мы начинаем с вами новый блог наверное если это будет не будет где-нибудь середина там какого-то ну вы знаете как обычно в общем у меня это бывает так готовлю обед на обед что хочу сделать во-первых я размораживаю одно филе тут у меня это салфеточка одно филе куриное размораживаю но мне уже почти разморозилось еще я хочу горох еще я хочу у меня есть там смесь брокколи с цветной капустой и еще есть у меня плавленый сыр мы будем с вами готовить вкусный суп без карпушки хорошо да чтобы я потом не забыла про все приправы потому что я потом показать когда снимаю видео это монтирую видео я посмотрю блин в руки я тоже хотела добавить вот это не добавила забыла вот чтобы не забыть я сразу достаю кукуму достаем шафран в супы вообще точно я всегда добавляю шафран вот когда последний раз готовила забыла а знаете почему когда включаешь камеру по ним того что ты хотел сделать забываешь соль обязательно берем обязательно берем перец возможно даже что я добавлю лавровый лист конечно опять хочу пряный суп вот лавровый лист у меня будет и еще вот это вот турецкая приправа которая ароматный аромат и и его не будет такой ядреный супчик а пусть будет нормально зима холодно так сейчас я что делаю а да у меня здесь еще половина лука половина морковки как раз вот сейчас пойдет носу будет зажарка все не все ну в общем если чего-то не хватает то значит потом по ходу я добавлю так мне нужно сейчас промыть филе нарезать на кубики я очень люблю гороховый суп но с копченой курицы мне очень нравится но у меня нет просто копченой курицы я так подумала о суп горохового хочется я подумала что сдобрю как раз таки филе курицы который имеется сегодняшний день мою и нарезаем нарезаем кубиком наполнила водой кастрюлю отправляю на газ это не то что я все время готовлю постоянно так нет все ингредиенты которые я сейчас буду использовать я сочетаю на самом деле впервые я например никогда не варила гороховый суп с курицей с такой с копченой еда или просто чисто гороховый суп дальше делала с картошкой добавляла картошку вы знаете что я в последнее время не употребляющих картошку курицу вот я нарезала вот на такие вот кубики видите и отправляем сразу воду накроем кастрюлю и можно заняться зажаркой масло у меня нечистен и хорошие вот эти вот пакетики стало очень хорошие они для бутербродов но я в них всегда храню овощи когда у меня остается там половинки авокадо должен вот лук также морковка если была бы на очищенная то я бы ее тоже такой пакет бы завернула а или заворачиваю в обычную вот эту вот платят бумажный обычный нарезаем лук кубиком отправляем на сковородку лук а морковку я натру на крупную терку тороплюсь потому что мне нужно сварить суп посолю лук вот и у меня еще есть просто работа впереди поэтому хочется как можно быстрее сейчас надо будет собирать пенку наверное которая образуется здесь сейчас я чуть-чуть спасибо лучок убьется потеряет свой бледный цвет и приобретет чуть желтоватый скажем так а потом добавлю морковку так пенка собирается сейчас пусть она еще соберется все пока у меня дела идут и маки так я все успею кстати когда замочить горох он еще развалится курица на стадии возмущения усмирим пыл соберем пенку а можно же было просто взять зубчик чеснока разделить пополам положить срезом вниз пусть он там вы обжарился дал бы свой сок правда ну ладно уже не сделал а так можно было конечно то его достать тогда был бы просто аромат ну ничего вот перед работой у меня допустим нет возможности поесть чеснок но например так как я этот суп варю опять на три дня мне сейчас это еда на три дня то когда это пойдет домой выходной вот там я оторвусь я прям тарелку накрышу чеснок лук чуть подубился добавляем сюда морковку курица закипела пенку я собрала теперь пусть она прокипит еще так что у меня здесь зажатки морковка объединяется с луком мне так нравится сочетание вот морковки с луком это так красиво не нравится как мне нравится Николькина морковка тоже закипела все убавляем огонь везде убавили огонь отлично кстати здесь в сковородке тоже все нормально можно отключить все я никуда дополнительно не буду добавлять специи я все специи отправлю в кастрюлю уже вот сюда я добавила только соль когда прожаривала лук ну чтобы он дал свой выдавим из себя сок слезы так пока у меня есть сейчас немного времени хочу знаете что мне пришел этот комментарий под роликом где рассказываю про воду там что у нас дают по по графику до воду так мне зрительница пишет добрый день руки я можете показать какой насос для воды у вас у нас тоже плохая подача воды у нас на самом деле подача воды неплохая она просто по графику когда по графику то у нас напор очень сильный я вот что хочу сказать что то есть у нас нету постоянно вот этой воды с напором просто так как я живу на первом этаже у меня вода идет с матерком вот это меня спасает на самом деле но если буду перекрывают ее конкретно перекрывают все останутся без воды абсолютно все сейчас выйдем с вами на балкон я вам покажу давайте и погоду заодно покажу вам солнышко небо чистое кто-то все валится с крыш течет снег здесь нет уже во дворике растаял разговариваю пар изо рта естественно вот а насос он вот такой вот он у меня на улице естественно стоит естественно весь в пыли вот я не знаю если вам что-то это подскажет название показываю вам вот такой вот насос нормально работает уже пять лет вроде работает вроде не подводил кстати декабрист начал поднимать свои векки смотрите приходит всегда ему здесь хорошо здесь ему хорошо ну пусть стоит здесь моя холодно не холодно пошли домой очень холодно там еще по крыше бьет это снег который падает сверху бьет по крыше так что у нас там с вами сейчас вы кстати ваша подруга вот она вот она ваша подруга лохматая мы полдня ходим лохматые потом мы вспоминаем что нужно это собрать волосы так курочка у нас варится николькина морковка варится ну а тут уже все готово можно уже отправлять курочки горох гору ты тоже будет вариться время нужно вот пусть он разваривается как раз курица этого времени сварится и горох тоже сварится горох когда замачиваешь он уже дает такой приятный аромат я считаю что гороха достаточно никогда не было у меня такого сочетания самое прям интересное что в итоге у меня получится будем вместе с вами пробовать так оставляю ну наверное минут десять да а пока я пойду заниматься своими делами меня сегодня угостили корольком это королёк собственного сада целый тазик видите принесли мне надо будет детишкам это дать королёк я сама его столько не съем вообще королёк говорят так есть в свежем виде нежелательно его желательно знаете с мясом вот например тушите мясо добавить туда вот ложкой прямо королёк этот выскрести да и добавить к мясу и протушить будет очень вкусно я вообще хочу попробовать даже с куриным мясом хочу попробовать он все-таки даст такую сладость я люблю очень королёк ну что королёк что хурма немножко плохо действует на организм поэтому перебарщивать не надо вообще ни с чем перебарщивать не надо нужно мне будет освободить этот тазик и вернуть у нас не принято возвращать пустую посуду хотела было положить конфетки а как это меня нету ну я насыпала сюда много арахиса и вода но это не да у меня сада нет удивить не чем уж очень долго варится горошек вот этот у меня холодный горох да ну как то я наверное может быть он такой есть есть же разные сорта который быстро разваривать который варится долго я поварю торопиться не буду но если что я потом продолжу приготовление после занятий что хочу сказать время так у меня поджимали него кофе там уже 15 на 12 а они еще не в одном газу я кофе не выпил еще кофе надо пить срочно а как же у меня перекус не только сейчас вот вкусняшку бросила нечего уши навострять только что ты поела так что у меня будет кофе пока это все будет творится я попил кофе может к этому времени сварится сливки выдавливаются как это корову дождь из вымя честное слово забьем есть время и сбивается все у меня здесь это самое кипит и рыпается он не еще взять говорит зачем нужны четыре комфортику достаточно я сейчас так думаю что мне двух недостаточно кофе с такими красивыми большими пузырьками вам видно сто процентов сверху конечно вид был бы совсем другой а к кофе у меня будут вот клюква и кедровые орешки заканчивается добро вкусно приятно до 100 грамм 8 монат каждый раз не купишь честное слово мне приятного кофе питья и всем кто за столом тоже приятного времяпровождения я не знаю чем занимаетесь а я сейчас кофе попил и иду к работе вот буду работать ну а к супу вернусь чуть позже кто молодец я молодец время зря не теряла и горох почти уже разварился у меня есть такой микс брокколи и морковка морковка тут тоже есть ничего страшного и цветная капуста морковка вообще не помешает нигде вкусный овощ очень вкусно поэтому пусть дополнительно причем морковка зажатки и так и свеженькая свежий замороженный мне бы заранее вы все это доставьте хотя нет не надо так секундочку я посмотрю чтобы у меня здесь было все я половину пачки я я я я я это я это я это я я вот это бросаю и что ты будешь делать так все сразу все разложилось это я солнце мое это я понимаешь я это все все как я считаю ты молодец медаль орден все абсолютно почетные и грамоты тебе все отпихай так дальше отправляю туда же зажарку сразу то что вам видно почти не видно отправляю зажарку это сделали ой уже как красиво в кастрюле это красиво а вот в раковине не очень ой как хорошо горох уже разварился слушайте красиво не по моему вам видно да я вас ближе поставлю вы не сильно перекошены нормально видите тут у меня все плавает и брокколи и морковка и цветная капуста и курочка вон и горошек всего в меру теперь займемся пряностями ну во первых я пока брошу ложку соли потому что дальше я буду еще все это проверять на соль так подбрасываем перчиком ух подбрасываем турецкой приправой немного пол ложечки она очень слишком ароматная для того чтобы ее много бросать обязательно подбрасываю куркуму вот чуток у меня и так бульончик уже желтый обязательно шафран шафрана я не жалею обожаю шафран и еще 1 2 лавровых листика ммм ай сейчас пусть немного проварится я попробую на соль самое главное это попробовать на соль все оставлю минут на 5 пусть оно все нагреется прогреется и начнет опять кипеть а я пока здесь на столе уберу ну как забурлил супчик забурлил так теперь я отправляю плавленый сыр ну я его сначала использовала на завтраке а теперь я это просто издевательство я уже не знаю мне никаких звуков нельзя издавать как только чем-то я начинаю шуршать ей кажется что там что-то за дверью происходит я уже не понимаю Иголь иди сюда шутка иди сюда быстро вот остаток отправляю в супчик ну так вот ммммм у меня знаете густота получилась вот как я вот люблю не то чтобы прям совсем прозрачный прозрачные супы в теплое время года я люблю такие а вот когда зима знаете когда холодно хочется чтобы там что-то в кастрюле было кроме жидкости еще так что сейчас потом я проверю уже целиком суп на соль посмотрю добавляют не добавляют потому что сыр-то все соленый так это в пропасть Николь, ты уж переигрываешь честное слово ты переигрываешь ты отрабатываешь свои вкусняшки что ты на меня смотришь все равно я тебе их даю лаешь ты или не лаешь понимаешь кормлю я тебя по часам все равно смысл ой какой красивый супчик ой до чего ж красиво ой до чего красиво чего тут только нету посмотрите еда должна радовать не только там уже внутри понимаете в желудке она должна радовать когда на нее смотришь вот это тоже похлебка на самом деле да но все сочетания вот эти они же они создают вот это единое такое вкусовое ощущение создадут у меня я сто процентов знаю потому что каждый в отдельности овощ я люблю и курица там дополнение такое белковое болтаю с вами разговариваю настраиваюсь на работу вот представьте себе как я буду работать знаю что у меня сейчас на плите такое вкусное но меня кофе держит так сыр весь разошелся я сейчас попробую на соль о вот прямо оно оно такое знаете соленое и сладкое так приятно чуть-чуть только добавлю я чуть-чуть только совсем чуть-чуть все ну вот как будто бы вот этого вот полграмма не хватало выключаю газ и отправляю туда укропчик можно любую зелень какую угодно так у меня здесь половинку от оставшегося вот так вот ой а можно все давайте все да это же зелень но она просто ничего не испортит как кашу маслом не испортишь так суп зелени не испортишь все накрываем и даем возможность отдохнуть ну а потом уже после работы я буду с вами пробовать хватит опять с вами наболсталась мед не корми Никольку я уже отправила кушать за то время пока я работала сух естественно успел остыть придется его немножко подогреть ой ну это это что-то такое прям я очень люблю супы например со сливками да с сыром таким вот плавленым очень мне нравится только посмотрите какая красота посмотрите и брокколи есть видите и капуста цветная и мясо и морковка и горох ой как вкусно ароматы обалденные я очень в свое время любила роллтон вот этот вот доширак вот это все да я сейчас это себе не позволяю одно время мы с дочерью сидели крепко на этих делах почему потому что там вот все эти специи нам очень нравятся вот эти кубики бульонные да у них такие ароматные вот сейчас аромат и вкус этого супа такие как будто бы туда добавили вот эти вот бульонные кубики очень вкусно правда очень я прям и горячо как хорошо согреться вот такое понимаете суп насыщен вкусами мы сегодня в ударе теперь она отрабатывает обед ты понимаешь я тебя ни за что кормлю николь вот против ни за что-то я тебя кормлю чтобы ты просто была рядом со мной мне не надо чтобы ты лаяла на каждого николь спасибо тебе что ты рядом со мной спасибо да спасибо да все ты поела сейчас я пойду проверю как ты поела да одна уже поела вторая будет сейчас кушать ваша подруга так что мне приятного аппетита всем кто за столом тоже приятного аппетита Пусть пища идет нам на здоровье, приносит огромную пользу и величайшее удовольствие. Мне точно сейчас величайшее удовольствие принесет. Вот так мы с Николькой проводим время в кресле. И вот лидер. Она носик прячет, вот так смотрите, в пледе. Моя девчулька, сладкая моя девочка. Моя девчуля.